В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Спроси у пыли. Дирекция благоустройства вывела на улицы специальные машины-щетки. Тонкости диагностики. Как в регионе обстановка с туберкулезом. А нам все равно. Наши корреспонденты спросили у жителей города влияние санкций на их жизнь. С наступлением весны сотрудники дирекции благоустройства города традиционно приступают к уборке улиц от пыли. Но в этот раз, по просьбе рязанцев, они стартовали чуть раньше. К очистке улиц от пыли и грязи готовы приступить 120 с лишним машин. Специальные пылесосы, комбинированные дорожные машины, тракторы-щетки. На тротуарах московского шоссе работает механизированная техника. По просьбам рязанцев город убирает от пыли. С сегодняшнего дня было принято решение попробовать начать убирать механизированным способом именно щетками, именно тракторами тротуары. В принципе, пробный такой пуск у нас получается. При достижении плюсовой температуры, если прогноз погоды у нас сбудется, это с пятницы, будем выводить мини-пылесосы и пылесосы, те, которые большие, именно на дороге. Помимо техники на улицах работают сотрудники зеленого хозяйства. Они убирают мусор там, где машины подъехать не могут. С обочин, ограждений и бордюров. Целый день работаем, мусор собираем, подметаем. Все после зимы. Приводим порядок. Пульта, она же в воздухе, всегда на дороге бывает, и от этого с машины летит на обочину. Машины мехуборка проезжает, убирает. Новые тракторы, которые дирекция благоустройства города закупила в начале года, уже подготовили к весенне-летнему сезону. Теперь на них специальные щетки, а также весенне-летнее оборудование. Эти мини-пылесосы, по словам Александра Сурова, также задействуют для подметания остановок, дорожек в парках и скверах. А весной, когда температура воздуха будет плюсовой, начнут мыть тротуары, бордюры и ограждения. С понедельника будем уже непосредственно щетки, вот эти трактора выводить в ночное время, дабы не мешать нашим гражданам, прохожим нашим, не создавать им никаких помех для движения. Будем все это делать в ночь. Обязательно будем анонсировать заблаговременно улицы, то есть тротуар на улице города, который будем прометать в ту или иную ночь. За сутки где-то эта информация будет дана. Календарная весна уже пришла, а вот температура пока запаздывает, что для уборки не очень хорошо. Впрочем, как уверяет в дирекции благоустройства, все жалобы на пыльные дороги будут отрабатываться незамедлительно. Сил и средств для этого хватает. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». О коронавирусной инфекции с экранов телевизоров сегодня говорят много и часто. Однако и другие заболевания никуда не делись. Речь идет о туберкулезе. Тем более, что буквально на днях 24 марта будет день борьбы с этим тяжелым заболеванием. Как обстоят дела с этим сейчас, расскажем далее. На экране врача-рентгенолога снимок компьютерной томографии легких одного из пациентов. Задача вроде бы проста – диагностировать заболевание. Если сам процесс создания снимка занимает не больше 15 минут, то локализация болезни куда сложнее. Это не профилактический снимок, хотя люди часто приходят сюда и за этим. Наше рентгеновое отделение оборудовано четырьмя флюорографами, компьютерной томографии кабинет и несколько кабинетов рентгеновских обыкновенных. Да, наше отделение является ведущим в плане диагностики, потому что, в принципе, выявление туберкулеза основано в детском возрасте на иммундиагностике. У взрослых людей с 15 лет подростков это выявление именно флюорографически-профилактически. Если на вашем снимке затемнение – это первый звоночек. Дальше вас отправляют в бактериологическую лабораторию. Здесь специалисты вынесут окончательный вердикт – это возбудитель туберкулеза или что-то другое. Сюда поступают образцы со всех районов области. В допандемийные времена было по 100 анализов. Сейчас максимум 50. У нас в основном четыре метода исследования. Это посев на плотные среды, посев на жидкие среды методом БАКТЕК, люминесентные микроскопии и ПЦР-диагностика. В нашем случае ответ положительный. У человека возбудитель туберкулеза есть. Вот он, кстати, проявился в посеве на плотные среды. Этот белый налет и есть возбудитель туберкулеза. Но это частный случай. В Рязанской области показатель заболеваемости минимален. Последние пять лет мы входим в десятку лучших территорий. Заболевает ежегодно в последние несколько лет чуть больше ста человек. Это очень низкие показатели. 10 на 100 тысяч населения. Умирает не больше трех, но уже почти два года. Вот это самый минимум. Конечно, темпы снижения этих показателей значительно замедлились, но они и минимальные. Статистика и по детским заболеваниям хорошая. Мальчишки и девчонки до 15 лет попадают сюда после негативного результата на МОНТУ и Диаскин-теста. Обычно это 3-4 человека в год. Нужно поддерживаться здорового образа жизни. Это, прежде всего, много с ним гулять, хорошо питаться. Питание должно быть белковое, то есть усиленное белком. Мясо, рыба на любой прием пищи. В том числе, ну и своевременно проходить иммунодиагностику. Как родителям, потому что они основной источник заболевания у детей. Так и самим детям не отказываться от тех методов, которые предлагают в поликлиниках, в садах и в школах. Пандемия, правда, хорошие рязанские показатели подкосила. Если раньше заболеваемость шла на спад, то в 2020 и 2021 год вышла на плата. Из-за эпидситуации люди боятся посещать поликлиники даже ради профилактического обследования. Поэтому больных нередко выявляют уже с запущенной формой туберкулеза. И мы это потихонечку начинаем видеть второй год. Когда у нас среди 100, чуть больше 100 больных выявляемых растет число больных с распространенными и несвоевременно выявленными процессами, осложненными бактериевыделением. А число больных, которые с минимальными процессами, которые лечатся очень, ну от полугода до восьми месяцев, их число резко сокращается. По словам Марины Муравьевой, 12% населения недообследованы, хотя верхняя планка здесь не должна превышать 5%. Поэтому проходить флюорографию все же следует каждый год. Не для того, чтобы показатели врачам улучшить, а чтобы о своем здоровье позаботиться. Ведь любую болезнь легче и дешевле вылечить на ранней стадии. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Санкции для россиян – это уже едва ли не культурный код страны. Но в этот раз наши зарубежные партнеры превзошли сами себя. Около 6 тысяч блокировок и ограничений. Как воспринимают рязанцы этот снежный ком, выясняла Анна Герцовская. Для кого-то это может показаться удивительным, но наши с вами земляки сегодня очень легко отказываются от зарубежных технологий, питания, одежды, услуг и прочего. И особого волнения по этому поводу вроде как нет. Никак. Никак. Меня вообще не волнует, абсолютно. Конечно, с автопромом будет, но пора свой налаживать, вот и все. Да, в принципе, ничего не задело. Как все осталось, так и есть. Очень хорошо думаю, правильно делают, давно им пора. Да, мы пока этого не чувствуем. Это пока только все началось, а там будет дальше видно. Так все пока нормально гуляем, отдыхаем. Ну, пока работа есть, пока работаем, дальше будет видно. Да, Артем, а ты как прокомментируешь? Печально, тревожно, нестабильно, но будет все хорошо. Надеемся, что будет все к лучшему. Переживем. Для меня лично не болезненно, никаких утрат пока на данный момент. Ну, кроме неудобства оплаты, вот это все. Ну, опять, это, наверное, не уход компании именно. А так, пока потери, болезненности абсолютно никакой. Надеюсь, и не будет. Как ни странно, современная молодежь, привыкшая к электронному комфорту, сегодня тоже не паникует. В их логике звучат абсолютно здравые мысли. Ну, потому что можно же за место картошки фри сделать жареную картошку по-деревенски дома, правильно? В домашних условиях все это можно сделать. Зачем это нужно? За это платить огромные деньги. Для чего? Зато сейчас русским будет компаниям лучше, не будет конкурентов. Для меня сейчас важны детские вещи, вот, ну, потому что, слава богу, с ремонтом закончили, с стройкой не начали, а вот детские вещи, одежда детская, подгузеньки, все очень дорогое стало. Вот, печально. Конечно, пытаюсь найти какие-то наши российские производства, покупая вещи детские для ребенка. Ну, у них тоже, получается, у них и ткани заграничные, так что сказывается на все. Я у дедушки морозы попрошу. Безусловно, молодых нам понять можно. Рождение ребенка – это и так большой шаг, которому многие подходят ответственно. Поэтому возможный рост цен и сокращение товаров детского питания их волнует особенно. В нашей стране смеси готовят 40 заводов и комбинатов. Самое время для них занять опустевшую нишу. Как и для всех резидентов после исхода иностранных компаний. Даже очень рады. Наши производители, наконец, займут их место. И дальше некому будет уходить отсюда. А мы выживем. Нам не впервые. Так что пусть они уходят, у нас свои будут компании. С этим вопросом нужно было решать. Его закрывать было. Это, наверное, давно. Как это так? Запретить на родном языке людям разговаривать. Это давно было. А что они под бомбежками там жили? Под обстрелами? Это не в одни ворота. Давно нужно было этим. И приветствуем мы. И поддерживаем всех наших бойцов, которые там стоят. За нас они стоят и воюют там. Отношение к спецоперации на Украине у рязанцев оптимистически сдержанное. Потому что наши рязанские десантники там сегодня тоже есть. За парней горожане переживают и рассчитывают на быстрое завершение боевых действий. Надеюсь, в ближайшее будущее. Ну, понимаем, что, конечно, разгребать, скажем так, нам это придется долго. Но надеемся на лучшее, что все это не зря. Грустно. Пытаюсь, конечно, абстрагироваться, потому что для ребенка надо веселой оставаться. Не читаю новости. Муж все рассказывает. Вот, как-то так. Я надеюсь, что все решится. Миром все одумаются. И все будет хорошо. Ну, в принципе, у нас такое уже было в 15-м году. В 14-м. Некоторые компании пугали, что уйдут, вернулись. Хотелось бы уже при всем том, что случилось и сложилось, уже обратного-то пути нет, в конце концов. Будем надеяться на лучшее. Вы хотели бы, чтобы у нас это было? Я бы не хотела. Ну, вот оно поэтому и происходит, чтобы у нас этого не было. В целом никаких панических настроений у рязанцев сегодня нет. Конкретно их, понятно, санкции пока не затронули. Банкоматы работают, зарплату выплачивают. А значит, активно работает историческая память. Анна Герцовская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С 10 марта в нашей стране перестали работать сервисы бесконтактной оплаты, как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Но им на смену пришел специальный сервис от платежной системы «Мир». Как это все работает, расскажем далее. Так же карточка, спокойно и все. Мне было без разницы. Ну, я периодически карты оплачивал, телефону мне было все равно. Я таким не пользуюсь. Сразу я зарплату приходит и снимаю наличие. В полтора раза выросла именно оплата наличия. Я картой, но у меня мир платежной системы, поэтому у меня карта работает. Без 2 рублей. Многие рязанцы в последнее время стали все чаще оплачивать покупки наличкой. Хотя еще совсем недавно деньги переводили бесконтактно. Но все же у многих возникает вопрос. Как теперь оплачивать через смартфон? Ведь это удобно, привычно, да и банковские карты не всегда бывают под рукой. Ответ прост. У российской платежной системы появился собственный сервис «Мирпэй». Можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами в полном объеме на всей территории России. Кроме этого, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис «Мирпэй». «Мирпэй» позволяет проводить привычные платежные операции. Сегодня к нему можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков. Подключить систему «Мирпэй» сегодня можно несколькими нажатиями на сенсоре телефона. Необходимо открыть приложение и ввести в него данные вашей физической или виртуальной карты вручную. Или отсканировать камерой. Через полторы-две минуты – вуаля! И вы можете пользоваться приложением в полной мере. Сегодня «Мирпэй» можно пользоваться даже за рубежом. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Открытое первенство Рязанской области по биатлону проводится уже в седьмой раз. На этот раз участие принимали ребята из Рязани, Касимовского района, Московской области и города Владимира 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. Порывы ледяного ветра заставляют кутаться теплее и буквально сносят ног. Яркое солнце и ноль по Цельсию обманчивы. Но участники сегодняшних соревнований стартуют и выкладываются на всю. Кто умеет стрелять, тот в любую погоду попадает. Ну, конечно, сложнее, потому что ветер порывистый, то он сильный, то его нет. Кто справляется, тот справляется. Все важно – и работа лыж, и стрельба, и личные качества спортсмена. 15 участников. Среди них – воспитанники «Алмаза». Но вот среди юношей 12-13 лет рязанцев нет. Скорее всего, стрельба. Как? Со штрафными приближали? Да, со штрафными. Сколько штрафными? Четыре. Товарищ Кирилла по команде и 12-летний Владимирский биатлонист – один из лучших на сегодня стрелков. Первый огневой рубеж он прошел единственным – без промахов. Шло все довольно легко, только на финише сложно стало. Да, порывы ветви сильные, из-за этого на втором рубеже немного промазал. Занятия биатлоном стали возможны в Рязани относительно недавно, и к настоящему времени в спортшколе очень много желающих стать настоящим спортсменом. Мы смотрим сначала на желание, в принципе, ребенка и родителей, что немаловажно. Далее мы смотрим, потому что у нас много ребят занимается. Дальше мы смотрим на общую физическую подготовленность спортсменов, ну и, конечно, должен быть медицинский допуск. Результаты сегодняшнего первенства таковы. Юноша 2009-2010 годов рождения в спринте 3,6 километра. Первое место у москвича Савелия Третьякова. Среди девушек на дистанции 3 километра – Владимирская спортсменка Елена Акимова. Среди юношей 2007-2008 годов рождения первая тройка рязанцы – воспитанники спортшколы «Алмаз». Александр Гаврилов, Алексей Миканев, Сергей Батнарь. Первый и второй среди старших девушек тоже стали рязанки – София Диардиева и Варвара Тимошина. Третье место у Вероники Саушкиной из Владимира. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин